здравствуйте дорогие друзья у нас сегодня продолжение видеоролика как мы делали красивый праздничный трехслойный пирог у нас осталось тесто а как его делать вы как раз посмотрите в том предыдущем сюжете ссылочку мы дадим ирина викторовна бородина дает нам мастер-класс как замешивать тесто как формировать этот пирог и вообще у нее золотые ручки она нам покажет как делать мелкие плюшки да вот плюшки вот из этого теста из оставшуюся можно сделать еще пирог но так как у нас начинки нет никакой мы сделаем из него плюшки плюшки но наверное все русские плюшки все знают как делают а я вам покажу долго делать а это очень быстро и просто мы раскатываем опять же раскатываем тонко-тонко также тонко как можно тоньше мы раскатываем но здесь лучше раскатывать в прямоугольник там мы делали круг а сейчас мы лучше делать прямоугольник сейчас посмотрим почему вот тесто опять же такое эластичное сколько времени мы тут заняли на съемку ничего плохого с ним не происходит она даже не заветрило вот опять вот так вот делаем тоненько раскатываем тонко-тонко-тонко тонко-тонко вот приблизительно вот так будет вот смазываем маслом можно половину смазать а можно и весь лист смазать ну мы смажем половину это для того чтобы при выпечке слои они там это будет это будет это будет это будет не воздушно это будет слоеные нет воздушные когда они воздушные а это слоеные получится как слои слоеного теста и посыпаем сахаром это уж как у вас рука возьмет можно сюда еще очень хорошо маг для расслойки этих слоев они получаются очень эффектно так смазали половина нашего пласта складываем его пополам и прокатываем немножечко прижимая прокатываем не сильно вот можно вот так вот чуть-чуть раскатали и опять смазываем все просто да очень просто смазываем кисточкой называем можно и целиком смазать можно половину маслом они сливочным да да нет растить на которые без запаха запахом не надо но опять опять домах бы здесь очень даже пригодился да вот он она оттеняет как-то получится можно наверно можно еще кунжутные 7 нет кунжутные они они белые они не для красоты они для оттенения как но с маком то оно и так еще раз складываем и опять прокатываем вот вот сколько у нас получилось это же вот это это хватит а если было бы больше теста мы бы это и вот теперь нарезаем в толщину пальца нарезаем по ширине вот так с палец толщиной вот нарезаем весь этот наш образовавшийся пласт слои видно что так вот расходятся они да они смана несмотря на то что мы их прокатывали но как же они же там смазанные сахарным песком они там у нас просыпаны плюшки слатенькие должна быть делали такие плюшки у меня сын их в одночасье все и понравились ему вот а теперь очень просто вот берем и закручиваем спиральки вот и получается у нас видите вот эти вот слои вот если был мак они получили бы черненькие такие за неимением завязываем узелок кладем берем опять жгутик сворачиваем завязываем узелок можете нет нет я потом сама как-нибудь вот я больше с растениями получается и вот все дадите очень просто тоже могут вам дети в этом деле помочь они ой они такие им так все нравится и просто вот наши русские плюшки им как-то не под силу вроде осилить это некоторые умудряются а тут им очень даже все это раз все играючи все легко и включить пожалуйста духовку горячую духовку сейчас опять поставим вот это из оставшегося теста вот смотрите сколько у нас получится еще всяких плюшек вот рецепт весь вот этого замечательного теста которые вот так гнется как пластилин не прилипает к ручкам и позволяет с собой делать все что хочешь вы как раз вот в том предыдущем ролике и пасну это тесто универсальное можете с ним делать все что хотите чё придумайте можете каких зверушек налепить или еще чего-то все можете у вас все это сюда уйдет маленькие пирожки можно так и вот их смазываем также этим же взбитым яйцом смазываем 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 сверху ванилин не надо это надо те в тесто а мы же делали там с мясом не надо вот ванилин это уж когда отдельно вы делаете хотите что-то сладкое тогда уже можно именно а так как у нас это остатки от мясного пирога сюда ванилин не пойдет вот и смотрите все чистенько даже вот руки вот даже вот вообще можно и ничего у нас не нажи не все так здесь сверху я посыпаю немножечко сахаром чуть-чуть сверху но это для она там зарумянится и послаще будет если там кому-то вдруг не сладко покажется вот сейчас сейчас она вот зарумянится они немножечко подойдут будут повыше да они распухнут все оставим духовку также на средний огонь 180 200 градусов да на средний огонь на среднюю полку и все и ждем до готовности можно убрать сейчас все убирать готовы у нас испеклись наши плюшки вынимаем такие румяные вот они получились какие у нас красивые полосатые осторожным можно сразу вынимать да нет нет можно уже вот сразу вынимать накрывать стол к чаю пожалуйста такие плетененькие маленькие большие это у нас просто краешек вот они какие красивые у нас и и вкусные дети очень любят и дети и взрослые никто не откажется такой плюшечки заманчивый она действительно все очень быстро и про и просто очень просто я говорю любой любой член семьи хоть ходите хоть 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 мужчины даже ну что дорогие друзья вот вы видели как из одного объема тесто мы сделали фактически два блюда и красивый тот пирог украшенные розочками листочками и косичками и вот такие замечательные плюшки универсальное простое тесто рецепт ирины викторовны бородиной пожалуйста повторяйте оставляйте свои отзывы и может быть мы дальше продолжим эту тему и сделаем еще другие какие-то пироги да пожалуйста у всех получится попробуйте не бойтесь